Давайте тогда уж, если есть такие вопросы, обсудим тест, да, конкретно, каким тестом были оттруднения. Под 20-й из отрезка новая жизнь на удачу выбирают 27 силий. Понятно. Это нормально, что это вызвало оттруднения. Во-первых, мы геометрическая вероятность очень немного посвятили времени. Во-вторых, ее, на самом деле, до минимума сокращают в школе, стараясь школьников геометрии вообще не пугать. Хотя задачи красивые, ну, не знаю, раньше это было очень популярно, как раз школьников обучать вот таким геометрическим моделям. Значит, итак, давайте одну задачу такую разберем, вот конкретно 20-ю, а остальную же тогда по аналогии вы, наверное, сообразите, как делать. Из отрезка 0.1 на удачу выбирают два числа, x3. Какова вероятность, что наибольшая из них больше одной стопы? Давай корресуем за артикул для начала. Вот отрезок 0.1. Вот два числа, x и y, которые случайно выбрали из этого отрезка. Поскольку мы умеем работать с геометрической моделью, в которой одна точка выбирается на отрезке, и дальше рассуждать о том, куда она попадет, с какой вероятностью, скажем, с какой вероятностью попадет в левую положу, отрезка в правую, с двумя точками работать очень неудобно. Но есть очень простой выход. Давайте рассмотрим вместо двух точек на отрезке одну точку в квадрате на плоскости. То есть нарисуем плоскость o, x, y, и отметим на оси x точку x. Давайте сначала отметим 0.1 на отрезке. Отметим здесь точку x, а на оси y отметим эту случайную точку y. Тогда получается, что выбор двух случайных точек на отрезке равносимен выбору одной случайной точки в квадрате единичной. Вот она, эта точка, нарисована. То есть как только мы выбрали две точки случайные здесь, это то же самое, что мы выбрали случайную точку в квадрате. И наоборот, выбрали случайную точку в квадрате, у нее есть две координаты, отметили эти на отрезке, получилось, что мы выбрали две случайные точки на отрезке. Это понятно? А теперь остается очень простая вещь. Значит, фактически наш опыт, в котором мы бросаем две точки на отрезок, мы заменили новым опытом. Мы бросаем одну точку в квадрате. Остается выяснить, где та область, которая нас интересует. Давайте запишем условия задачи. Надо найти вероятность того, что максимальное, не большее из двух чисел, то есть максимум из xy больше одной второй. Задача удобная разбить вопрос, удобная разбить два случая. Случай первый нерисован. Это случай, когда максимальный из двух чисел xy какое? y. Где находится эта область? y больше x. В нашем квадрате эта область находится вот здесь, да? Это верхний треугольник. Вот здесь y больше x. Значит, в этой области, давайте напишем, первый случай. y больше или равно x. Тогда условие того, что максимум из xy больше одной второй, равносильно в этой области. Потому что y больше одной второй. Давайте нарисуем эту область, где y больше одной второй. Вот эта область. Вот здесь y больше одной второй. Заштриховывают только ту часть, которая соответствует этому случаю. y больше либо равно x. Это верхний треугольник. Понятно, да? Это раз. И второе. Мы записываем условие y больше одной второй. Получаем вот такую вот традицию, такую заштриховываю. Теперь взбираем второй случай. Второй случай это y меньше или равно x. Тогда максимальный из двух чисел x. И условие максимума xy, то же самое естественное условие, больше одной второй, равносильным условием x больше одной второй. Правда? Теперь же число x максимальный из двух. Рисуем эту область, учитывая, что мы находимся в треугольнике, где y меньше или равно x. Отмечаем здесь одну вторую. И заштриховываем нужную намобность. Вот то, что здесь заштриховано, это и есть благоприятная область. Вот если точка попадает сюда, как наша, например, сейчас попала, то это означает, что максимум больше одной второй. Если точка попала вот сюда или сюда, это означает, что максимум меньше одной второй. Понятно? Все, а сразу посчитать праведность. Она считается уже устой. Значит, вероятность того, что максимум xy больше одной второй, это вероятность попасть в заштрихованную область и равна отношению площадей. Заштрихованной площади единичной площади. Площадь единичного квадрата. Заштрихованная площадь чем урока? Три четвертых. Три четвертых. Это три маленьких квадрата со стороной одна вторая. Или то же самое можно взять вот этот единичный квадрат и выбросить из него один квадрат со стороной одна вторая. Остается три четвертых. Ну и поделить на один. Не будем писать так подробно. Напишем сразу ответ. То есть тут задача стала уже устой. Значит, вся проблема этой задачи только в том, чтобы определить ту область вот на этой плоскости в xy, которая соответствует нашему событию. То есть найти те точки, которые будут благоприятными исходами для нашего опыта. Задача 21 решается абсолютно аналогично. Надо нарисовать область, где минимум больше одной второго. Не знаю, будучи, что это будет вот этот квадрат. Конечно, нет. Этот квадрат соответствует какому событию? Максимум меньше одной второй, совершенно верно. Вот если бы такой был вопрос, ответ был бы 1 четвертый. А минимум больше одной второй? Мы пока не знаем ответ. Надо искать эту область, совершенно аналогично, как и здесь. И в остальных задачах, которые идут следом, метод решения абсолютно такой же. Я не буду их решать, я просто иначе тогда не зачем будет вам проходить эти тесты. Но вот самое интересное из них последнее, 24-е, наверное. Как ее можно решить таким же способом? Значит, задача такая. Стержень случайным образом ломают на три части. Стержень случайным образом ломают на три части. С какой вероятностью из них можно составить треугольник? Мы взяли карандаш, разломили его на три кусочка. С какой вероятностью из них можно составить треугольник? А что можно принять в качестве математической модели задачи? А вот она нарисована, смотрите. Вот он, наш стержень. Можно взять не единичный, можно взять длины L, если вы считаете, что от этого будет зависеть ответ. Если вы уже поняли, что это не важно, что можно взять единичной длины, ведь в конце концов, за единицу можно принять любую длину. Значит, тогда вот наш стержень. Что такое, мы ломаем его на три части? Очень просто, мы выбираем две точки. Вот они, вот где стержень ломается. В этой точке и в этой. Они совершенно случайные. Значит, мы имеем дело с абсолютно тем же опытом, что и задача номер 20. Это просто тот же самый эксперимент. На отрезке 0,1 выбираются две случайные точки. Два случайных числа, x и y. Теперь мы должны записать условия того, что вот из этих трех кусочков, O, x, x, y и y, единица, можно составить треугольник. Вот из этих трех кусков можно составить? Вот если считать, что я здесь сломал и здесь сломал, из полученных трех кусочков, можно сложить треугольник? Да. Можно. А как мне нарисовать эти две точки так, чтобы точно нельзя было сложить? Кто-нибудь может придумать? Значит, как мне изобразить эту ситуацию так, чтобы исход был неблагоприятный? Куда поставить точку? Чтобы расстояние между x и y было больше, по-моему, этого вопроса. Чтобы расстояние между x и y было больше половины. То есть, вот, например, вот так, да? Совершенно верно. Вот если мы так сломаем этот стержень, в этих точках, то никаким образом треугольник мы не сможем. Правда? Ну, понятно, почему. Не будет выполнено неравенство треугольника. А теперь нужно записать это неравенство. Значит, при каком условии из трех отрезков можно сложить треугольник? Она меньше суммы двух других. Совершенно верно. Любой из этих трех должен быть меньше, чем сумма двух других. То есть, записываем условия. Первый отрезок меньше суммы двух других. Второй отрезок меньше суммы первого и третьего. И третий отрезок меньше суммы первого и второго. И отмечаем эту область, то есть, вот эту систему неравенств, да? Ее решение мы отмечаем таким же образом на плоскости у x-ыгра. И видим, куда на этот раз должна попасть точка с координатами x-ыгра, чтобы выполнились все три неравенства треугольника. Задача будет чуть-чуть посложнее. Ну, то есть, будет такая же система неравенств. Вот мы по существу решали систему y больше либо равно x, и y больше одной стороны. Вот заштриховали множество решений этой системы. Потом решали систему y меньше или равно x, и x больше одной стороны. Заштриховали решения две системы. Потом их объединили. Потому что это было два случая. То есть, по существу мы решали совокупность из двух систем. И нашли площадь заштрихованной области. Точно так же решается 24-ая задача. Только там придется записывать три неравенства. Вот те самые неравенства треугольника, о которых я сказал. Так, еще есть какие-то тесты, кроме вот этих геометрических, которые вызывали сложности? Нет, да? Ну, я хотел, как и в прошлый раз, начать все равно с задач. Давайте продолжим такое решение задачи, и потом уже перейдем к той новой теории, которую я хотел вам сегодня рассказать. Значит, я взял несколько задач из реальных экзаменов ГЕ и ЕГЭ. Ну, не ГЕ, а как он сейчас называется? ОГЭ. То есть итоговая аттестация за девятый класс, там есть вероятность уже, и итоговая аттестация за одиннадцатый класс, там тоже есть вероятность. Это живые реальные задачи, взятые либо из реальных вариантов, либо из банка. То есть прототипы задач, которые будут, возможно, в ближайшее время. Но в основном тут вот в этом разделе задачи те, которые были. Они почти все текстовые, то есть у них довольно длинные условия, поэтому я не буду писать уж прямо все текстом, да? Тем более они очень простые, я надеюсь, что вы их быстро все решите. Я буду записывать только основные числовые данные. Итак, первая задача, которая приводится, ну, просто во всех пособиях, на всех сайтах, где лично ходят о вероятности итоговой аттестации. На тарелке лежат пирожки, одинаковые на вид. Четыре пирожка с мясом, восемь с капустой и три с яблоком. Петя наугад выбирает один пирожок. Найти вероятность того, что он окажется с яблоком. Найти вероятность того, что пирожок окажется с яблоком. Сколько? Одна пирожка. Все это понимают? Что на что надо поделить? Три на 15. Три на 15. Задача очень простая. Ну, я думаю, что это было в одном из, может быть, даже в первом реальте аттестации, когда только-только появились элементы вероятности. Теперь задачки чуть-чуть сложнее. Абсолютно такие же, но сама формулировка, она как бы немножко сложнее, то есть сложнее сразу увидеть эту модель, что на что надо делать. В лыжных гонках участвуют 13 спортсменов из России, 2 спортсмена из Норвегии и 5 спортсменов из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определяется жребием. Проводится жребий, кому как ему ходить со старта. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен из России. Найти вероятность того, что первый будет стартовать спортсмен из России. Почему такая готовая пауза? Чем-то сложнее, хорошо? 13-20. Почему остальные совмещают такую ответку? В чем проблема? Чем эта задача отличается от пирожков? Давайте я перефабулирую задачу. Мы должны по жребию выбрать, кто будет стартовать первым. Вот они наши пирожки. 13 пирожков из России, 2 из Наруси и 5 из Швеции. И мы должны выбрать на УКАД один. Он и будет первым. Мы его и следим. Ну и какие же шансы выбрать пирожок из России? Ну ровно такие же, как здесь, правда? В смысле не числа, конечно, а решения. Вот они наши благоприятные исходы. 13 штук. А всего исходов у нашего опыта, а опыт состоит, повторяю, в чем? Выбрать того, кто будет стартовать первым. Всего таких исходов 13 плюс 2 плюс 5, то есть 20. Значит, ответ 13. Вот Саша. Ну, а не из России. Кстати говоря, 7. Следующая задача. Женя выбирает трехзначное число. Ну, имеется в виду, конечно, что случайно раз. Даже если это не оговаривается. Раз задачи по вероятности именно это имеется в виду. Найдите вероятность того, что оно делится на 100. Значит, трехзначное число делится нацело на 100. 810 это что? Давайте вслух рассуждать. Всего чисел каких 810? Трехзначное. А почему это 810? Первое трехзначное число какое? 100. Последнее? 999. Не понимаю, откуда взялось это 800. Сколько трехзначных чисел? Сколько чисел в этом диапазоне? Задача второго класса, начальной школы. Сколько натуральных чисел от А до В, включая А и В? Общая формула какая? Последняя на 100. Конечно. Эту формулу дети изучают в начальной школе. Не вот в среднем звене, куда вы сейчас пойдете на практику. Там уже все должны знать. Понятно, почему плюс один? Нет. Или это для вас загадка? Я вот по глазам вижу, что это открытие. Нет? От единицы до десяти сколько чисел? Натуральных. Ну без формул. Сколько чисел от одного на десяти? Десять, правда? Но их ведь не 10 минус 1. Их 10 минус 1 плюс 1. И в любом случае чисел от А до В натуральных чисел будет В, но значит сколько здесь чисел? Девятьсот. 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 Я говорю о том, что мы, кстати, в прошлом развитии по-другому решаем эту задачу. Даже проще. Где труднее ошибиться. А именно. Что такое трехзначное число? Это некая комбинация из трех цифр, правда? Вот они три свободных места, на которые мы должны поставить три цифры. На первое место сколько цифр претендует? Девять. Девять. Потому что нельзя ставить ноль. Иначе он будет не трехзначный. На второе место? Десять. Десять. И на третье? Почему? Нет, подождите. Мы сейчас говорим обо всех исходах. Мы сейчас считаем все, правда? Пока что мы считаем все. Значит сколько? Десять. 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 То есть всего вариантов вот столько получили то же самое число. Девятьсот. Теперь считаем благоприятные. То есть те, которые делятся на сто. Ну, во-первых, их можно просто по пальцам присчитать. Сто, двести, триста, четыреста, пятьсот, шестьсот, шестьсот, восемьсот. Правда? Других нет. Во-вторых, как можно точно так же и комбинаторно найти. Если мы хотим, чтобы число делилось на сто и было трехзначным, то на первое место у нас по-прежнему сколько вариантов? Девять. На второе место? Один ряд. И на третье, пожалуйста. На второе место только один вариант, да? Да. Какой именно? Ноль. Значит, чтобы число делилось на сто, оно должно заканчиваться двумя нулями. Значит, на второе и третье место у нас только один претендент, это число ноль. Значит, по правилу умножения, которое и здесь тоже работает, просто оно в таком упрощенном виде работает, получается, девять вариантов. Ну и ответ? Девять. Девяти сотых. Так. Или? Одна сотая. Так. Теперь чуть-чуть усложняется задача, но это все тоже пока на уровне девятого класса. Значит, это итоговая ситуация в девятом классе. Теперь Костя на удачу выбирает двузначное число. Найдите вероятность того, что оно начинается на два. Значит, двузначное начинается на два. Давайте-ка тем же методом попробуем решить. Посчитаем, сколько всего двузначных чисел по правилу умножения, посчитаем, сколько из них начинается на два. Значит, сколько всего двузначных чисел? Сколько? Ну, погромче. Девяносто. По тому же правилу, правда? Сколько чисел благоприятных для нашего события, то есть тех, которые начинаются на два. Начинаются на два. Десять. Первая цифра какую должна быть в этом числе? Два. Значит, на первое место претендует одна девять. Цифра. А на второе место? Десять. Значит, ответ? Десять. Невероятность равняется, напомню, что это называется классическое определение невероятности, выделить число благоприятных на число всех, то есть одна девятая. Ну и последняя задача из этой серии. Теперь Оля выбирает трехзначное число снова. Найдите вероятность, что оно делится на пять. Трехзначное делится на пять. Ну, M мы уже вычисляли, это девятьсот. Всего трехзначное число девятьсот. А вот теперь M. Сколько из них делится на пять? Давайте по правилам умножения считать. На первое место девятьсот. Что? На первое место девятьсот. На первое место девятьсот. Дальше? Десять. Дальше? Два. Совершенно верно. Первая цифра может быть любая, кроме нуля. Вторая вообще любая, включая ноль. И на последнем месте, чтобы число делилось на пять, должно быть что? Ноль и две. Вот любая такая комбинация дает нам число, которое делится на пять. Значит, вероятность будет девять на десять и на два делить на два. Опять же, если по правилам умножения записать, откуда мы получили девятьсот, то будет вот так. Получается? Дальше. Дальше. Кстати говоря, когда вы вычисляете вероятность и подсчитываете исходы, совсем не обязательно доводить подсчет до окончательного ответа. Как видите, тут удобнее было бы даже то же самое число девятьсот записать в виде произведения. Очень часто числитель и знаменатель такой дроби будет сильно сокращаться. Это очень много общих слов. Ну и как последняя задача из ГИА. Нет, предпоследняя. Нет, предпоследняя. Дальше пойдет ЕГЭ. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность, что оба раза выпадет орел. В случайном эксперименте монету бросают дважды. С какой вероятностью два раза выпадет орел? Одна четвертая. Одна четвертая. Все согласны? Все. Потому что всего у этого опыта четыре исхода. Мы их в прошлый раз очень долго обсуждали. Орел-орел, орел-решка, орешка-орел. Их надо различать, да? И решка-решка. Только один раз устраивает из четырех. Значит, ответа одна четвертая. Тут и считать не нужно. Тут их просто можно все вынести. И теперь несколько задач избегаем. Опять же, задачи я выбрал пока только те, которые мы на сегодняшний день должны уметь решать. То есть эти темы в прошлый раз все отсудили. Продолжая эту задачу, теперь симметричную монету бросаем три раза. С какой вероятностью выпадет ровно пару? На монету бросают три раза. Вероятность того, что орел выпадет дважды. Орел выпадет два раза. Такой же здесь будет ответ. Одна четвертая. Одна четвертая. Одна четвертая. А откуда он получился? Что на что деление? Одна четвертая. Одна четвертая. Одна четвертая. Еще есть ответа одна девятая. Так, еще. Вот видите, значит все-таки Е по-моему сложности отличается от него. Пока нет правильного ответа. Восьмой. Сколько? Восьмой. Еще. Ну, поскольку восьмерка встретилась дважды, наверное, это правильно. А у числителей все разные. Какой больше нравится? Три восьми. Да, правильный ответ три восьми. Ну, почему восемь? Давайте. Кто автор первых трех восьмых? Объясните, почему? Потому что всего у нас восемь исходят, если мы разрешим. А три там, ну, я просто расписывала по табличке вот. Орел, Орел. Совершенно верно. Это один из самых надежных методов решения. Выписали все комбинации. Просто все комбинации, которые могут быть получены. Да, совершенно верно. Если их мало, этот номер проходит сто процентов. Я могу сказать, что для каких задач в ЕГЭ их всегда будет мало. Пока что проверяется незнание формулы комбинатурники. Пока подчеркиваю. На этом этапе, да? А просто умение хотя бы перебрать эти комбинации. Хотя бы понять, что является результатом номера. Поэтому их всегда, как правило, немного. Ну, порядка десяти. Восемь, десять, шестнадцать. В этом случае все равно все можно довольно быстро выписать. Даже если их шестнадцать. Их действительно восемь. А как можно получить восемь по правилам умножения? Два в кубе. Два в кубе. Не три в квадрате, как вот здесь девятку, видимо, получили, а именно два в кубе. Потому что у нас комбинация состоит из трех элементов. Вот представляете себе все время эту табличку, да? Вот здесь два варианта, правда, орел и решка. И здесь два варианта у второго подбрасывания монеты. И здесь два варианта. Значит, всего вариантов выпадения трех монет, или результатов трех опытов, два в кубе восемь. Ну, а те три, которые нам благоприятны, действительно, можно выписать их совсем немного, да? Решка, орел, орел. Орел, решка, орел. И... Решка, орел, орел. Решка, орел, орел, да. Ну, то есть вот так. А сколько орлов нам нужно два, да? Значит, тогда первый я не правильно выписал. Два орлота. Вот так и... Вот они все три выписаны. Других просто нет. Как решать... Как находить это число? Без выписывания комбинаций. Есть ли какая-то формула, которая позволяет это найти? Да. И если вы решать такую задачу, с такой вероятностью, при подбрасывании монеты 300 раз, орел выпадет, скажем, 200 раз, да? То никаким образом выписать эти комбинации мы уже с вами не сможем. И будет слишком много. И тогда будет нужна формула. И сегодня мы эту формулу увидим. И в школе, в общем, не грех воспользоваться, потому что есть задачи, в том числе и среди прототипов ЕГЭ, где вот в аналогичной ситуации числа уже довольно большие. И таким перебором решать задачу не очень-то интересно. Хотя, повторяю, при небольших числах это даже полезно, чтобы за формулами не потерять сами комбинации, о которых идет речь. Дальше. Ну, чуть-чуть посложнее. А теперь бросают четыре раза. С какой вероятностью выпадет два орла? Вот как раз ситуация, когда, может быть, уже стоит подумать о какой-то общей формуле. Четыре раза и должно быть два орла. Как будет решать эту задачу? Ну, знаменатель, наверное, сразу понятно какой, правда? Что будет знаменатель? Шестнадцать. Шестнадцать, да? Понятно почему? Это два в четвертом, правильно? А как же будет дело обстоять с благоприятными исходами? Сколько таких, где орел выпадет в два раза? Ну, в общем, их и намного больше, конечно, благоприятнее, чем здесь. И можно их попытаться выписать. Ну, давайте попытаемся, попытайтесь. Сколько уже все-таки будет? Интересно, вы все? А вы видите ли? Что-то там видите. Шесть. Да, их будет шесть. Совершенно верно. Ну и, как я уже сказал, вот уже в этой задаче все-таки хотелось бы иметь какую-то общую формулу, которая нам бы позволила такого типа задачи решать. А вы еще не догадались, как можно эти комбинации посчитать? На самом деле, этот тип комбинаций вам хорошо знаком. Мы в прошлый раз один раз говорили. Откуда берется шесть? Ну, я еще вернусь, конечно, к этому. Я, немножко забегая вперед, могу сказать, что это есть не что одно, а компенсация из четырех полного. У нас есть четыре места, да? И нам нужно указать, на каких двух у нас выгодны торги. Это можно сделать через четырех полного способа. Каждый выбор двух объектов из четырех — это сочетание из четырех полного. Всего сочетание из четырех полного вот столько. А это и есть шесть. Три умножить на четыре и победить на н. Как раз и будет шесть вариантов. Ну, я еще раз говорю, мы к этому вернемся. Тоже некая теория интересная, которую бы неплохо обобщить. То есть решить задачу в общем случае. Монету бросают один раз. С какой вероятностью Орлов выпадет ровно крошло? Оказывается, есть такая формула, и она совсем не сложная. И можно даже до того, что здесь написано, уже догадаться, что это будет за формула. Ну, давайте еще пару задач, уже не таких формальных. Перед началом первого тура чемпионата по бадминтону участников разбивают на игровые фары случайным образом с помощью жрелья. Всего в этом чемпионате участвуют 26 бадминтонистов. 26 спортсменов. Значит, первое число, которое появилось в условии, давайте его запишем. Всего 26 спортсменов. Из них 10 участников из России. 10 россиян. Плюс 16 нероссият. Ну, так, в форме немножко. В том числе, среди спортсменов россиян есть такой вот человек по фамилии Руслан Орлов. Найдите вероятность того, что он будет играть в первом туре с каким-нибудь бадминтонистом из России. Значит, итак, есть некие фиксированные спортсмены из России, которые нас интересуют. С какой вероятностью его соперником в первом туре тоже будет россияне? Вот так ставится вопрос. Как видите, задача очень длинная. И смысл ее ровно в том, чтобы удачную математическую модель придумать. Для этой так подробно описанной ситуации. Значит, прошла жеребьевка, или должна, точнее, пройти жеребьевка, да? С какими шансами конкретно интересующий нас спортсмен из России, нефт Руслан Орлов, попадет в мороз россияне? Сколько? 0,4. А как получен ответ? Лучше скажите, что на что мы денем, да? А тогда будем уже соображать, верно это или не верно. Сколько? 10 на 25. Значит, вероятность равна 10-25. 25 почему? Ну, может, и самая группа Руслана ответ. Значит, мы выбрали Руслана. Осталось 25 спортсменов. То есть мы выбираем теперь ему соперника из 25 оставшихся. Сколько из этих 25 оставшихся благоприятных исходов для нашего Руслана? Благоприятных? 9, правда? Уже не 10. Мы забыли, что теперь его нет среди 200 россиян. Значит, правильный ответ 9-25. Как видите, ничего не нужно вычислять, никакие формулы не нужны. Но нужно смоделировать ситуацию правильно. Вот он выбран, а теперь из оставшихся мы добираем второго. Мы так решали в прошлый раз довольно много задач, помните, с двумя шарами, которые вынимаются из Урды. Мы тоже вынимали сначала один и смотрели на ситуацию, которая получилась. Сколько там осталось и сколько среди них тех, которые теперь нам благоприятны. Эта задача решается точно так же. Ну и последняя, наверное, задача. Тоже так будет очень решать, должны вспомнить. В классе 26 человек. Среди них есть два близнеца, Андрей и Сергей. Класс случайным образом делят на две группы по 13 человек. С какой вероятностью эти два близнеца, Андрей и Сергей, окажутся в одной группе? С какой вероятностью Андрей и Сергей окажутся в одной группе? Давайте маленький пример кругом делать, да? Лучше сделать большое между парами. Хорошо? Значит, с какой вероятностью Андрей и Сергей окажутся в одной группе? Попробуйте решить эту задачу ровно так же, как мы решали здесь. Тут, правда, уже два человека вместо одного выделили. Давайте сначала разыграем, в какой группе будет первый из близнецов, например, Андрей. Вот он попал в какую-то группу. Продолжите эти рассуждения. Смотрите. Вот одна группа. 12-25. О! Отлично. Как получилось? 12-25. Как получилось ответ? Ну, если мы зафиксируем, допустим, Андрея, остается всего двадцатая человек, и двенадцать из них будут приятны для попадания во внутрь. Ну, точнее, двенадцать мест останется, правда, в той группе, где уже есть Андрей. Вот у нас было изначально две пустые пока что группы, да? Каждый по двенадцать незанятых мест. Теперь мы взяли Андрея и разыграли для него по жребию, куда он попал. Из этих по тринадцать мест. Здесь тринадцать, здесь тринадцать. Значит, куда попал Андрей? На какое-то из этих двадцати шести мест. Ну, например, вот сюда. А вот теперь мы разыгрываем случайное место для второго президента, для Сергея. Теперь этих мест осталось двадцать пять. Одно уже занято. И ровно двенадцать из них в той группе, где находится Андрей. То есть они, как раз, были приятны. Поэтому ответ на вопросы, какую вероятность они имеют. В одной группе двенадцать-двадцать пять. Чуть меньше, чем одна вторая. В разных группах тринадцать-двадцать пять. Чуть больше одна вторая. Чем большее количество человек будет в классе, тем ближе идёт вероятность идёт к одной второй. Если бы там было сто человек, то различие было бы совсем небольшим. Но оно бы всё-таки было всё равно. И немножко другая группа задач. Я напомню, что в прошлый раз мы кроме классического определения рассматривали статистическое. Так вот, задача может формулироваться так, по вероятности, что будет использован именно такой подход к определению вероятности. Статистически. Вот смотрите, как формулируются задачи. В каждой десятой банке кофе, согласно условию акции, есть приз. Призы распределены по банкам случайно. Варя покупает банку кофе в надежде выиграть приз. Найдите вероятность того, что Варя не найдёт приз в своей банке. Значит, ещё раз. Тут решать-то нечего, да? Нужно понимать этот язык сам. Что значит в каждой десятой банке есть приз? Это что? Я расставляю банки, я считываю 9, они без приза. Десятая обязательно с призом. Потом снова 9 без, десятая с призом. Или как-то по-другому это надо понимать? Среди десяти есть одна. Любых десяти, да? То есть вот я выбрал тысяч штук, гарантировано, что одна с призом. Не гарантировано, правда? На самом деле это не так. Просто в этой формулировке по-другому говорится о том, что вероятность того, что банка будет с призом, равна чему? Одна десятая. Вот и всё. Это просто другой язык, статистический. На эту тему очень любит анекдот о том, что пациент приходит к врачу, спрашивает, как ему степить диагнозы. Он говорит, у нас срочная операция, после неё 9 из 10 умирают, цены перепуганы. Он говорит, вы не волнуйтесь, предыдущие 9 уже умерли. Вы десятые. Вот каждое десятое, это означает только статистически, правда? Только то, что вероятность одна десятая. Значит, ответ на вопрос какой? Девятьдесят. Девятьдесят. Так что будьте готовы и к таким формулировкам. Ещё одна задачка такого типа. В среднем на пятьдесят карманных фонариков приходится два неисправных. На пятьдесят фонариков два неисправных. Найдите вероятность купить работающие фонарики. Сколько? Сорок восемь пятидесят. Понятно? А вовсе не пятьдесят пятьдесят вторых. Я и такое решение встречал. Вот к этим пятидесяти прибавляют почему-то два. Считаю, что теперь пятьдесят два и среди них два не работающих. Тут сказано на каждые пятьдесят два неисправных. То есть эти два из числа пятидесяти. Поэтому всего пятьдесят из них два неисправных. Значит вероятность того, что они неисправны две пятидесят. Исправны сорок восемь пятидесят. И наконец последние две задачи, которые нас подводят к нашей теме сегодняшней. Тоже очень простые. Можно решить их не зная никаких абсолютно новых понятий. Я думаю, вы их решили. Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо равна 0,08. Покупатель выбирает в магазине одну шариковую ручку. Найдите вероятность, что она пишет хорошо. Значит вероятность, что ручка пишет плохо – 0,08. Какой вероятностью выбранная ручка пишет хорошо? 2,92. А почему так? Что вы используете при этом? Вся вероятность и благоприятных, и неблагоприятных у нас равна единице. И хороших ручек и плохих вероятность попадания. Мы от всей вероятности вычитаем вероятность плохих ручек. У нас такой формулы нет, правда? Мы из вероятности вероятность не вычитали. Мы из количества исходов вычитали количество исходов, да? И вероятность у нас всегда получалась по формуле – одно число делит на другое. А здесь какая-то другая формула. Мы из единицы вычитаем какую-то вероятность и получаем новую вероятность. Но решение, конечно, верное. Это показывает просто то, что это все интуитивно очень понятно. И вторая задача – чуть-чуть посложнее. На экзамене по диаметрии школьнику достается одна задача из сборника. Вероятность того, что эта задача по теме окружность равна 0,45, а по теме площадь – 0,25. В сборнике нет задач, которые одновременно относятся к этим двум темам. Какова вероятность того, что ему достанется задача или про окружность, или по площади? То есть по одной из этих двух тем. Значит, итак, вероятность, что по первой теме – 0,45, по второй теме – 0,25. С какой вероятностью достанется задача по одной из этих двух тем? Ну, какой? Одной из двух. Значит, сколько? 2,7. Да. Почему? Слова вероятности. Опять же, не было такой формулы, где бы мы вероятности складывали. Так же, как и не было, где мы их вычитали. Да? Мы, на самом деле, умеем вычитать вероятность только как отношение числа благоприятных исходов к числу всех исходов. Но, тем не менее, те формулы, которые вы сейчас применили, абсолютно верны. Вот сегодня мы их все и рассмотрим. Значит, сегодняшняя тема будет называться «Свойства вероятности». Свойства вероятности. В прошлый раз такая общая тема всей лекции была, можно было ее формулировать как различные определения вероятности. И у нас было три таких определения. Статистическое, классическое, геометрическое. А сегодня речь пойдет уже не об определении того, что такое вероятность, а о том, какими свойствами эта вероятность обладает. И мы узнаем, в каких ситуациях можно вероятности складывать, вычитать и даже умножать. И на эту тему задач в школьном учебнике математики очень много. Правда, в основном эта тема проходит уже в 10-ом и 11-ом классе. Но в некоторых и в 7-ом и 9-ом их успевают рассмотреть. Первое, что мы рассмотрим, первый вопрос, который мы рассмотрим, это операции над событиями, операции над событиями. Оказывается, с событиями можно совершать те же самые операции, что и с множеством. Ведь события – это на самом деле множество использований. Любое событие можно рассматривать как множество. А что можно делать с множеством? Какие операции вы знаете там множество? Объединение, пересечение, дополнение. Вот три основных операции. Есть, конечно, еще там симметрическая разность, просто разность. Ну, давайте рассмотрим три основных операции. Именно они являются основными операциями над событиями тоже. Значит, первая операция назвали «Объединение». Давайте запишем, что же такое объединение. Объединение или сумма двух событий – это события, которые происходят, когда происходит хотя бы одно из двух данных событий. Объединение в теории вероятности или ровно так же, как в теории множеств – это в одной части книжек, а в другой части предпочитают писать вместо объединить в плюс. Вот такая двойная терминология. При этом в одних книжках говорят объединение событий, а в других говорят сумма событий. Причем сумма даже чаще говорят. Такая традиция сложилась в теории вероятности. То, что на самом деле является объединением, называют суммой. Но на самом деле есть теория множества. Наверняка вы часто говорили о том, что между объединением и обычной суммой очень много общего. И так мы тоже будем говорить чаще всего сумма событий. Еще раз подчеркну, что здесь речь идет о том, что происходит или А, или В. Хотя бы одно из двух. Или – это не взаимоисключающие. Ну, наверное, лучше грамотно написать тогда просто А или В. Потому что когда мы говорим или А, или В, это уже подразумевается некое исключение. Значит, А или В. То есть если рассматривать события с точки зрения логики математической, то это операция или. на ней выполняется. Вторая операция – это пересечение. Пересечение двух событий происходит тогда и только тогда, когда происходят оба события. То есть и одно, и другое. Обозначение такое же, как в теории множеств, но чаще пересечение называют произведением и обозначают вот так, как произведение числа. В теории вероятностей место пересечения часто говорят произведение событий. Имейте в виду, что это абсолютно то же самое. Значит, это когда А и В вместе происходят. Ну и, наконец, дополнение или противоположное событие. Оно происходит тогда, когда не происходит само это событие. Обозначение, как и в теории множеств, расчеркивают другого обозначения в теории вероятностей. Ну, если говорить на языке логики, то это не А. То есть определение очень естественное и понятное. Тем более вам, поскольку вы уже с элементами теории множеств и генетической логики познакомились. Давайте рассмотрим это на примерах. Значит, рассмотрим эксперимент, в котором мы вытаскиваем одну карту из колоды 36 карт. Значит, пример. Карта из 36 случайным образом выбирается. И рассмотрим два события, которые могут в результате этого эксперимента либо произойти, либо нет. То есть два случайных события. Событие А. Вытащим даму. Событие В. Вытащим пику. Что будет суммой этих событий? Как его словами описать эти события? Сумма. Сумма. То есть объединение. Вытащим даму или пику. Вытащим даму или пику. Что будет произведением? Ну, точку можно писать, а между событиями можно нет. Вытащим даму или пику. Что будет дополнением к А или противоположным с вами текстом к А? Вытащим недавно. Ну, по-другому, короче, здесь не скажешь, правда? Слишком много вариантов одной фразы не отпишешь. Вытащим недавно. Ну и В вытащим не пик. Как видите, ничего сложного в самих определениях этих операций нет. Гораздо интереснее разобраться в том, а что происходит с вероятностями, когда мы складываем события, умножаем события и берем дополнение. Наверное, проще всего разобраться с дополнением. Вы только что мне сами сказали, да? Как вы считаете вероятность А с чертой? Из единицы вычесть вероятность А. И это формула универсальная. Она не зависит от того, в какой ситуации это происходит. Когда мы пользуемся классическим определением, статистическим, любым. Это свойство вероятности. Вот о таких свойствах мы сейчас с вами и поговорим. Чтобы разобраться с более сложными ситуациями, что происходит, когда события складываются и перемножаются, что с их вероятностями происходит, да? Сначала вспомним о такой вещи, как правило включения и исключения. Что это такое? Это правило позволяет посчитать количество элементов в объединении множества, да? Если мы знаем количество элементов в каждом из них. Вот давайте начнем с примеров. Сколько элементов в множестве А? То есть сколько исходов благоприятны для А? Из скольких элементов это множество? Четыре. Потому что четыре, да? То второе из тридцати шести К. Вот такое обозначение было, модуль множества. Это что такое? Это мощность. Это мощность, совершенно верно. Для конечного множества его мощность это просто количество элементов. Значит, мощность множества А равна четырех. Мощность множества В. Сколько элементов в множестве В? Сколько пик в колоде, другими словами? Если мы используем колоду из тридцати шести К? Как? День. День. Все знают? И вообще карты видели? Да. Значит, мастей всего Чибири. И они... Количество карт в форму распределён между ними. Правда, любой колодой. Ну, правда, есть большие колоды, где есть карты без масти. Джокеры, например. Но в этой колоде все карты имеют масть. Поэтому девять карт в пиковой масти. А сколько элементов в множестве А плюс В? Девять плюс четыре элементов? То есть тринадцать? А сколько? Девятнадцать. Девятнадцать? Девятнадцать? Девятнадцать. Девятнадцать? Совершенно верно. Когда множества пересекаются, то вероятность... И обязательно после этого вычесть единицу. Вспомним, откуда берется эта формула. Есть такое замечательное правило включения-исключения. Вот два множества, а и b. Я нарисовал их в общем положении, то есть пересекающимися. Если я хочу посчитать, сколько элементов в объединении, то я беру все элементы из а. Это 4 в нашем примере. Прибавляю все элементы из b. Это 9 в нашем примере. И выясняю, что те элементы, которые входят в пересечения, я посчитал дважды. Один раз как элементы множества а, второй раз как элементы множества b. А мне нужно каждый элемент посчитать один раз. Значит, я должен вычесть отсюда количество элементов пересечения. Другими словами, общая формула записывается так. А плюс b, сумма мощности, минус мощность пересечения. Была такая формула действительно? Была. Она нам сейчас понадобится для работы с вероятностью. Для того, чтобы понять, чему равна вероятность суммы событий. Ну, вероятность пересечения, теперь уже понятно, чему равна. Мы, собственно, это использовали. Да и по описанию, это очевидно. Да единственная карта, которая в форме пересечения, значит, а b равно 9. Несложно посчитать мощность а с чертой. Для этого нужно взять всю колоду 36 карт и из 36 вычесть столько карт, сколько лежит множество ряд. То есть 36 минус 4. Получится 32. И аналогично b. 36 минус 9. И у нас получится 27. Ну, а теперь пора перейти к свойствам самой вероятности. То есть чему равна вероятность суммы событий и чему равна вероятность произведения. Вот две главные формулы, которые нас интересуют. И которые нам позволят решить очень много новых задач. Самых разных по остановке. в положенной сложности. Первая формула, которую мы рассмотрим, называется формула суммы. На самом деле этих формул две. Давайте назовем эти две формулы формула суммы. Значит, эта формула, точнее две таких формулы, покажут нам, что происходит с вероятностями событий и когда эти события складываются. То есть когда берется их объединение. Прежде чем записать эту формулу, точнее, для того, что я уже сказал, две формулы, дадим определение. Очень важно. Два события, А и Б, называются несовместными. Словами это так выражается. Если они не могут произойти одновременно. Сам термин, русское слово, несовместный, означает это, да? Несовместный, если они не могут произойти одновременно. Если же мы хотим формально записать это объединение на языке теории множества, то это означает в точности, что два множества А и Б не что? Пересекаются. Только и все. То есть произведение АБ равно пустому множеству. Вот это и означает несовместность. Например, бросаем кубик. Два события. Выпало четное число и выпало нечетное число. Очевидно, несовместное. Нет такого исхода общего, которое бы входило в одно множество и в другое. Или выпадет число больше четырех, выпадет число меньше двух. Тоже несовместное. Нет общего исхода у этих событий. Теперь можно записать формулу сложения вероятности, или формулу суммы. Как я уже сказал, таких формул две. Формула первая очень простая. Вероятность А плюс Б равняется вероятность А плюс вероятность Б, но, к сожалению, далеко не во всех случаях. А только для каких событий? Несовместных. Совершенно вероятность. Только для несовместных событий. Вероятность суммы равно сумме вероятности. Повторяю, только для несовместных событий. Будет очень грубая ошибка, и применять эту формулу всегда. Она далеко не всегда справедлива. Но для несовместных событий это действительно так. Как это можно объяснить? Ну, во-первых, если мы возьмем те определения вероятности, которые у нас были, а именно классическое и геометрическое, то эту формулу можно просто доказать. Ведь что такое классическое определение? Это количество благоприятных исходов поделить на количество всех. Если множество не пересекается, то общее количество исходов в этой сумме, то есть в этом объединении, равно сумме исходов, правда, раз множество не пересекаются. Отсюда тут же получается эта формула. Такое же свойство для геометрической вероятности. Если у нас два множества на плоскости не пересекаются, то площадь их объединения равна чему? Сумме их площадей, правда? У площади есть свойство аддитивности. Если множество фигур не пересекаются, то площадь объединения равна сумме площадей. То есть фактически мы можем это доказать просто, да? А вот в общем случае, когда вероятность рассматривается в математике, так называемое аксиоматическое определение, это из просто аксиома вероятности. То есть это требуется, чтобы оно так было. Только в этом случае функция b может называться вероятностью, если она обладает вот таким свойством аддитивности. Таким же, как, скажем, обладает площадь обычно. И второй вариант формулы гораздо более интересный и более сложный, когда события ib произвольные. В этом случае вероятность суммы уже не просто, уже не равна сумме вероятности. Нужна поправка. Поскольку вы только что писали аналогичную формулу для мощности, наверное, вы догадаетесь, что это за поправка. b от а плюс b от b и не с вероятностью вероятности. Совершенно вероятность. Вот эта формула универсальна. Она годится абсолютно для любых событий. Для любых событий. Можно легко проверить действия этих форм на примерах. Давайте рассмотрим одну интересную задачу из банка ЕГЭ, которая решается с помощью вот этой последней формы. Задача вызвала массу сложностей. То есть это была настоящая паника среди учителей, когда задача появилась, поскольку она была на порядок сложнее всех задач, которые, как им казалось, были для этого. Она требовала знания именно вот этого свойства вероятности. Ее невозможно было решить, если не знать о том, что есть такая формула. Задача достаточно интересная, действительно, с этой точки зрения, что доказывается, даже за такую формула можно придумать что-то непростое. Значит, давайте задачу, как пример применения нашей новой формулы, рассмотрим. Задача формулировалась так. В торговом центре есть два одинаковых автомата, которые продают кофе. То есть имеются два автомата, которые продают кофе. Вероятность того, что в конце дня в автомате закончится кофе равна 0,3. Вероятность того, что в конце дня в автомате закончится кофе 0,3. Разумеется, и для первого автомата, и для второго. Потому что автоматы одинаковые. Значит, вероятность, что в конце дня закончится кофе 0,3. Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах 0,12. Значит, это у нас для первого и второго, а 0,13 закончится в обоих. Ну, вопрос первый, который многих поставил в тупик. Все почему-то считали, что вот эта вероятность, что закончится в обоих, должна равняться произведению. 0,3 умножить на 0,3, должна равняться 0,9. Это абсолютно неправда. Мы еще поговорим о том, когда вероятности можно перемножать. То есть в условии задачи ясно сказано, что закончится в обоих, вот с такой вероятностью. Ну и теперь ставятся вопросы, задачи. Найти вероятность, что в конце дня кофе останется в обоих автоматах. Найти вероятность того, что в конце дня кофе останется в обоих автоматах. Вероятность того, что останется в обоих автоматике. В уме такую задачку вряд ли решишь. Давайте мы введем какие-то обозначения и запишем на языке математики, что нам дало. То есть ту самую математическую модель задачи составим. Нам дана вероятность таких вот двух событий. Событие А состоит в том, что кофе закончится в первом автомате. Событие В состоит в том, что кофе закончится во втором автомате. Что нам дано? Нам дано то, что вероятность А равняется 0,3. И она же равняется вероятности В. Теперь, что такое 0,12? Как это записать на математическом языке? Это вероятность чего? Вероятность пересечения, конечно. Тут же говорится, что закончится в обоих. То есть произойдут оба события, и А и В. Это есть пересечение, да? Значит, это вероятность АВ, вероятность произведения или пересечения соблюда. Она равна 0,12. Ну и теперь самое главное, что спрашивается в задаче, нам нужно записать. И тогда можно будет попытаться наши знания, свойства вероятности применить. Давайте поймём, что требуется найти, вероятность чего. Останется в обоих автоматах. Это как выразить через А и В? Может, дополнение к пересечению? Дополнение к пересечению А и В, да? Если бы это было так просто, тогда спрашиваете, зачем это давать? Тогда бы, если бы это было П от АВ с чертой, это было бы 0,88. Правда, единица минус на 12. Что такое дополнение к пересечению? Давайте подумаем. Вот что такое АВ с чертой? Как это записать? Значит, АВ это закончится в обоих. Не закончится в обоих. Это как? Вот, берите, богатый русский язык. Это можно неоднозначно понимать, правда? Давайте расшифруем. Что же не закончится в обоих? Может остаться в одном или втором. Совершенно верно. Хотя бы в одном будет. Вот что это такое, да? А у нас, спрашивается, в обоих будет. Так что это не наши события. Нам он не подходит. К сожалению. Так бы мы и умеет эту задачку решить. Как же выразить все-таки то, что оно останется в обоих? Как это по-другому сказать? Останется в первом и останется во втором? Значит, это пересечение каких-то двух событий. Раз и то, и другое. Каких? Что значит останется в первом? Это какое событие произойдет? Конечно. Это произойдет а с чертой. Ведь если а кофе закончится в первом, значит а с чертой это кофе останется в первом. Умножить, как вы видите, это другое событие. Это не общая черта на а до б. Это черта на каждое событие, а потом произведение этих событий. А вот здесь мы должны знать кое-что из теории множеств. Что школьники, вот современные, вообще-то говорят, знают. Поскольку это проходится даже в среднем звене. Так называемые два закона де Моргана. Один из них звучит так. Дополнение к объединению — это и есть произведение дополнения. Ну, если на языке уже теории Вилалековской, да? То есть дополнение к объединению — это и есть пересечение дополнения. А у нас получается дополнение к сумме — это и есть произведение дополнения. И второй закон. Если мы берем дополнение к произведению, то это будет равно а с чертой плюс b с чертой. Вот давайте применим этот закон. Давайте воспользуемся первой строчкой. То есть запишем это как p от а плюс b с чертой. Можно было, конечно, вообще виноват это. Делаем сразу вот эту формулу. То есть сразу так сформулировать вот эту фразу, останется в обоих автоматах, что мы сразу увидели, что это есть не что иное, как дополнение к а плюс b. Ну, проще, наверное, все-таки вот такой шаг сделать. Ну, а дальше уже пользуемся свойствами. Свойство первое. Вероятность любого дополнения равна единице минус вероятность самого события. Свойство второе. Независимо от того, какие события, совместные или совместные, справедлива общая формула. p от а плюс b равняется p от а минус p от b минус p от а. Это справедливо для любых событий. Значит, подставляем сюда все наши данные. Оказывается, никаких лишних данных здесь нет. Все дано как раз то, что нужно. 0,3 минус 0,3 минус 0,12. Что получается? 0,52, да? 0,52. Мы еще вернемся к тому, почему, как многие считали, те, кто только начали выключать первые вероятности, были убеждены, что это вероятная ошибка. Что вот это данное лишнее. И что, на самом деле, вероятность, что произойдет вместе а и б, произведение событий равна произведению их вероятности. С такой ситуацией вы тоже сталкивались. Даже на наших лекциях вы мне уже говорили о том, что вероятность, что выпить два орла, можно получить как одна вторая, а лишь на одну столбу. Правда? Не исходы считания, а перемножать вероятности. Почему так? Действительно можно. Это в самом деле можно. А почему здесь, например, нельзя? Вот сейчас мы это с вами и выясним. Значит, вторая важнейшая формула, которая покажет нам, какими свойствами обладает вероятность, это формула произведения. Тоже, прежде чем эту формула записать, она тоже может быть в двух экземплярах, в простом и сложном, мы опять же введем новое определение, новое понятие. Понятие очень важно. Ну, можно сказать, что тут два будут определения, что они вообще главные во всей теории вероятности. Я считаю, может быть, определение того, что такое вероятность. Значит, определение первое. Введем понятие условной вероятности. Прежде чем сформулировать само определение, я нарисую такую картинку. Вот изобразим наши случайные события на диаграмме Эйлера-Вена, которой мы уже несколько раз пользовались. Там, помните, наверное, есть такое понятие универсум, да? Это объявлющее множество, куда входят все остальные. Оно рисуется обычно в виде прямоугольника, а все остальные множества рисуются внутри, как под множество этого универсума. В нашем случае универсум это все возможные исходы опыта, в зависимости от того, какой опыт рассматривается. В теории вероятности принято такое обозначение для этого самого универсума буквой ОМЕТО. В школе, конечно, это обозначение не используется, но там вообще побаиваются греческого алфавита. Используют только геометрия, альфа, бета, гамма и все. Других букв греческих школьники не знают. А в теории вероятности очень любят букву ОМЕТО. А также ХИ, КСИ, КСИ и так дальше. Таким, вторую часть, последнюю часть греческого алфавита. Ну, короче говоря, пусть ОМЕГА это все исходы в нашем опыте. И пусть в результате опыта произошло некое событие В. Мы провели опыт, и произошло некое событие В. При этом мы не знаем точно, каким исходом завершился опыт. Мы знаем только то, что каким-то вот из этих. То есть событие В произошло. Возникает вопрос. Вот у нас есть некое событие А, у которого есть вероятность. Самая обычная, которую мы уже определяли. Да? Вот после того, как В произошло на этой картине, нужно нам пересмотреть вероятность А. То есть наше представление о том, какова вероятность А изменится или не же, как вы думаете. Можно так переформулировать. Вот я случайно точку бросаю в этот прямоугольник. Не глядя, стреляю. Да? Прямоугольник. Известно, что точка попала в множество В. Вопрос. С какой вероятностью она при этом попала в А? Если бы не было этих сведений о том, что она попала в В, то вероятность попадания В находилась бы как? Площадь круга А поделить на площадь прямоугольника. А теперь мне каким-то образом стало известно, что я попал в В. Чему теперь будет равна вероятность А? Как бы вы ее естественным образом переопределили? Вот так давайте ее обозначим. Вот как бы вы ее в этой ситуации определили? Что на что вы бы стали делить? Площадь пересечения на площадь П. Совершенную. Или если говорить на языке вероятности, П от пересечения поделили бы на П1. Вот на этом примере видно, что естественным образом можно ввести такое понятие, которое мы сейчас с вами и ведем, уже как определение такое чисто формальное, математическое. Будем называть условной вероятностью А при условии, что произошло В, и обозначать ее вот таким образом. П от А, черта вертикальная В. Читаться это будет именно так, как я сказал. П от А при условии В. Назовем этой вероятностью следующую дробь. Значит, вероятность пересечения делить на вероятность условия. Вот это есть определение того, что такое условная вероятность. При этом, конечно, предполагается, что знаменатель дроби не на этом. Но это непонятно. Если мы говорим, что событие В произошло, тогда что-то разбиваем, что вероятность В не налевает. Так что требование вполне естественное. Значит, вот это называется условной вероятностью. Поскольку понятие новое, давайте немножко сработаем с ним на примерах. Пример первый. Пусть опыт состоит в том, что выбросаем курик. Выбросаем курик. Пусть событие А состоит в том, что выпалит шестерка. А событие В выпалит число больше, ну, например, тревог. Вероятность А чему равна? Если просто рассматривать ее без всяких условий. Вероятность, что выпалит шестерка. Как она будет? Одна шестерка. Одна шестерка. А теперь вероятность А при условии В. Вот ее можно посчитать чисто формально, по этой формуле. А можно без всякого формализма, как вероятность в новых условиях. То есть мы узнали о том, что выпало число больше трех. Стало быть 4, 5 или 6. А как вы теперь шансы шестерки ставите? Если мы точно знаем, что выпало одно из трех чисел. Одна три. Одна три. Выпало шестерка. Выпало шестерка. При условии, что выпало число больше трех, будет уже одна треть. На самом деле, эту же вероятность можно получить по этому определению. Ну, просто потому, что вероятность В в этой ситуации, что выпадет число больше трех, одна вторая. А вероятность А, В, то есть произошли оба события вместе, равняется чему? Это произошло и это произошло. Значит, поскольку событие выпадет шестерка, включается в событие В, то пересечение В это просто А. Ну, значит, это есть одна шестая. Значит, по определению условной вероятности, вот именно по этому формальному определению, как такой другой, мы должны одну вторую поделить, извиняюсь, одну шестую поделить на одну вторую. Ну и получится та же самая одна треть. Одна шестая поделить на одну вторую. То есть одну шестую мы нажали на два, получаем одну треть. Как видите, можно пользоваться вот этим формальным определением, а можно пользоваться просто здравым смыслом, исходя из того, что условная вероятность, это обычная вероятность, только условия опыта поменялись. Теперь мы знаем, что что-то про этот опыт, чего не знали раньше. И, значит, можем посчитать вероятность, но уже в новых условиях. С другим количеством общих исходов и с другим количеством благоприятных исходов. Еще пример. Еще пример на условной вероятности. Студент выучил перед экзаменом один билет из двадцати. Значит, пример второй. Один билет из двадцати он знает. Пусть А это событие состоит в том, что он сдаст экзамен. Но, очевидно, ответ вероятности А равняется к чему? Одна двадцатая. Да, если забыть о том, что иногда ставят даже те, кто вообще не знает, исходя из того, что мы все-таки математическую модель рассматриваем, да, вероятность одна двадцатая. А теперь пусть в процессе экзамена произошло некое событие. Пусть В из первых десяти человек этот билет никто не вытащил. Какова вероятность А при условии B? Одна десятая. Одна десятая. Одна десятая, очевидно, правда? А какова вероятность А при условии не B? Ноль, конечно. Если произошло не B, это значит, что кто-то из первой десятки этот билет вытащил. Все, у нашего студента шансов не осталось. Значит, эта вероятность равна вы. Как видите, событие B может по-разному влиять на событие А. Оно может увеличивать его вероятность. Вот так событие B выступает с А, да? А может уменьшать. Вот так B с чертой выступает с А. Оно может уменьшать даже до нуля. Это означает фактически вот для этой картинки, да, если ее снова восстановить, что события А и В не пересекаются. Вот если произошло B, как в нашем примере, ну, правда, это B с чертой у нас. Вот это множество, да? Если произошло B с чертой, то A уже не может вообще произойти. Шансы A на левые. У них нет общих исходов. Если мы попали в B с чертой, значит, вам уже никак не впадут. Вот почему здесь это равна вы. Ну, это, конечно, третий пример, который показывает, что бывает и другая ситуация, когда событие B вообще не влияет на А никак. И неважно, произошло B или не произошло, шансы А от этого никак не зависят. Вот эта ситуация, на самом деле, самая интересная. Значит, пример третий, после которого мы сделали перерыв. Пример третий состоит в том, что мы бросаем... Значит, что у меня тут в примере взяты? Бросаем два кубика. Бросаем два кубика. Событие A состоит в том, что на первом кубике выпадет шестерок. Событие B. На втором кубике выпадет шестерок. Ну, понятно, что вероятность A какая? Одна шестая. Мы можем вообще этот второй кубик забыть. Посмотрим только первый, значит, одна шестая. Ровно так же вероятность B одна шестая. А теперь давайте попробуем высшить вероятность A при условии, что произошло B. Вот мы знаем, что на втором выпадет шестерка. Шансы шестерки на первом изменились? Нет. Никогда. Ему совершенно все равно, что составил правду. Природа не ведет учет случаев. То есть не надо думать, что вот она зафиксировала, что там шестерка, значит, на этом первом теперь уже у шестерки шансов меньше. Нет, конечно. Здравый смысл подсказывает, что ничего не изменится. То есть B от A при условии нашей страны. Значит, B от A при условии B совпадает с B от A. Или, другими словами, B не влияет на A вообще никак. Так вот этот случай теперь вероятности выделяет особо. И в этом случае дают следующее определение. Определение 2. События A и B называют независимыми, не путают и ни в коем случае со стермином несовместные. Вот это вечная путаница. Считают, что несовместные и независимые такое тоже. Это абсолютно разные вещи. В некотором смысле даже противоположные. Как правило, если они несовместные, то они зависимы как раз. Только что мы на картинке это видим. Так вот, события A и B независимы, если условная вероятность A при условии B совпадает с безусловной. То есть неважно, произошло B или не произошло. Вероятность A от этого не зависит. Это определение неудобно тем, что оно несимметрично. Вот фраза A и B независимы, она как бы называет симметрию относительно A и B, а тут у нас никакой симметрии нет. Поэтому это же самое свойство можно переписать в более симметричном виде. Давайте посмотрим. Значит, A при условии B есть по нашему же определению B от A B делить на B от A. Ну и что теперь можно сделать? Если сравнить первую очередь равенства и правую, то равенство можно переписать в абсолютно симметричном виде. Правда? B от A B равняется B от A умножить на B от A. Вот это и есть определение независимых событий, которое принято в теории вероятности. То есть не это все-таки, это и соображение, откуда такое определение берется. Потому что если сразу дать такое определение, не очень понятно, а с какой статьи их называть независимыми, если вот так выполнено. Оказывается, вот именно с такой. Что если это есть, тогда есть и вот такое равенство. Что условное, что безусловная вероятность одинаковая. Таким образом у нас появилась формула произведения. Вот она она. Но она верна только для независимых событий. Значит, вероятность можно перемножать, если события независимые. Вот бросаем два кубика. Вероятность, что будут две шестерки, можно вычислить как одна шестая, а можно одну шестую. Потому что эти два события независимые. А если мы вытягиваем два шарика из урна без возвращения, то вероятность того, события состоящие в том, что первый шарик белый и второй белый, они уже зависимые. Потому что после того, как первый вытянули, ситуация меняется. У второго уже другие шансы будет белым. Так что перемножать вероятности можно только когда события независимые. Давайте это запишем. Давайте просто перейдем. Отдыхайте. Спасибо. 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 Спасибо.